Также был зафиксирован пуск ракет Х-22 бомбардировщиками Ту-22М3. Сообщают местные СМИ и власть о том, что ныне в Чернигове работала система ПВО, об этом сообщила местная областная военная администрация. Взрывы также были слышны в Днепре, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Полтавской и Сумской областях. По сообщению украинских мониторинговых групп, а также украинской системы, которая работала по целям в том числе, широко использовались государством-террористам и фальш-цели. Непосредственно есть информация также от Сергея Лысака, это руководитель Днепропетровской областной военной администрации. Мы сейчас можем показать его пост. Он писал в своем телеграм-канале о том, что ракетная атака со стороны государства-террориста по территории Украины наносится сейчас с 5 утра в Днепропетровской области. Несколько раз было громко, пишет господин Лысак. Также в контексте ситуации за ночь, пишет Лысак, что российское террористическое государство дважды направляли артиллерию на Никопольщину, били более чем полдесятка снарядов. Никопольский район, община, напомню еще раз, Днепропетровская область, обстрелы со стороны государства-террориста также пришлись на районный центр и Червоногригоровскую общину. Люди находились в безопасности. Также мы далее продолжаем информировать вас о том, что происходит на территории Украины. Сообщают мониторинговые группы, что ракетная опасность все еще продолжает с территории государства-террориста. По-другому я не могу сказать.